Самарская филармония Молодой певицей с своим особенным тембром Также впервые на сцене филармонии выступит ансамбль «Кватре» Это четыре молодых человека, четыре вокалиста Они исполняют музыку разных стилей Также начался учебный год И нашим юным слушателям у нас тоже есть такое очень хорошее предложение Будет симфонический оркестр И Павел Любимцев, замечательный рассказчик Выступать у нас 25 сентября, в воскресенье в 16 часов Будет исполнена сказка «Конек-горбунок» То есть по звуке музыки Павел Любимцев будет рассказывать сказку Да, это уникальная такая композиция Мы сотрудничаем уже несколько лет с Московской филармонией Это вот наш такой совместный проект Когда наши самарские музыканты Наш дирижер Георгий Клементьев И артист из Москвы Я могу сказать, что я однажды была на концерте Павла Любимцева Я тогда еще училась в институте И он пересказывал портрет Дориана Грея И мы сидели полтора часа просто не шелохнувшись Потому что он настолько яркий рассказчик и оратор Я думаю, что стоит сходить на Павла Любимцева Все мы знаем, что 1 октября – это международный день музыки И филармония всегда очень серьезно подходила к этому мероприятию А что в этом году? В этом году у нас замечательный, блистательный скрипач Сергей Крылов Который выступит с нашим симфоническим оркестром Под управлением народного артиста России Михаила Щербакова Будет замечательный концерт В нем будет исполнена музыка русских композиторов Это вторая симфония Бородина А Сергей Крылов исполнит концерт Чайковского для скрипки с оркестром Одно из самых любимых, узнаваемых сочинений мирового репертуара Елена Александровна, скажите, всегда ведь филармония устраивает блистательные вечера Это фестивали «Самарская осень», это и джазовые фестивали, фестивали органной музыки Моя любимая Вот немножечко подробнее расскажите Ну, джазовый фестиваль у нас проходит раз в два года И это был март 11-го года, поэтому следующий будет в марте 13-го года Но, тем не менее, джазовая линия у нас тоже широко представлена в нашем сезоне Это, как всегда, два абонемента Даниила Крамера Джазовая музыка в академических залах и стилевой абонемент, так называемый, 13А Также джазовые концерты у нас будут в октябре месяце Это будет замечательный музыкант Кенни Вашингтон, вокалист из США Уж не сглодали Вашингтона, да? Ну, конечно, да Не особо задумывался над псевдонимом, да, музыкантом? Действительно Это будет первая у него встреча с российской публикой У него большое турне по городам России, в том числе и в Самаре Я знаю, что вот Венский оркестр собирается к нам на Самарскую землю Есть такая? Ой, да, вообще, это очень большая победа менеджмента филармонии Что удалось, наконец, пригласить такой замечательный коллектив Очень сложно всегда с такими коллективами выстраивать отношения Потому что планирование начинается где-то за два года То есть вот об этой дате 2 ноября Мы вот договаривались в ноябре 9-го года По поводу системы абонементов Чем она прельщает Самарскую публику? Действительно, это выгоднее, бюджетнее приобретать абонементы у вас в филармонии? Ну, да, наша публика уже оценила все плюсы абонементной системы И не случайно она пользуется, в общем, таким устойчивым спросом Каждый год у нас увеличивается количество абонементов В этом году их 28 Семь видов из них это адресовано детям Остальные абонементы это для взрослой аудитории Два вида абонементов для студенческой аудитории Которая тоже очень охотно нас посещает А что по поводу приезда столичных звезд Или, может быть, даже звезд из-за границы? Какие интересные концерты? Ну, мы вот с нетерпением ждем приезда блистательной группы Лауреата нескольких премий Грэмми Свингл Сингерс с новой программой У них также будет в рамках концертного тура по России В том числе и Самара Вот с большой надеждой и радостью ожидаем этого концерта Ну, вообще представлено, конечно, очень большое количество исполнителей Обо всех мы, наверное, сейчас не успеем рассказать Но еще тоже вот знаковое такое имя Это Фредерик Кемпф, лауреат международного конкурса Чайковского Который выступит 16 октября в концерте в рамках фестиваля Дмитрия Когана Этот фестиваль называется Дни высокой музыки в Самаре Этот фестиваль поддержан правительством Самарской области Очень такой значимый И концерт 16 октября он будет посвящен памяти выдающегося пианиста Ушедшего, к сожалению, от нас не так недавно Это Николай Петров и Фредерик Кемпф Пианист лауреат конкурса Чайковского из Великобритании Исполнит третий концерт Бетховена Который Николай Арнольдович не раз исполнял на сцене Самарской филармонии Я знаю, что вы стали директором филармонии совсем недавно Какие сейчас ощущения? Пока еще, наверное, какой-то страх присутствует? Ну, сложно сказать Единственное, можно только отметить, что добавилось, конечно, больше ответственности За такой огромный коллектив За это здание, за будущее, за развитие Елена Александровна, я от всей души вам желаю успехов, удачи И до встречи на удивительных концертах в нашей Самарской филармонии Спасибо, ждем вас на наших концертах Ну что ж, а мы на сегодня прощаемся Но не забывайте, что место встречи – телеканал «Губерния» До скорого свидания! Субтитры подогнал «Симон»